Здравствуйте, друзья! У нас в офисе Анастасия, которая уже была у нас в офисе и снималась на одном из предыдущих видео. Коротенько так было, да? Вы тогда только приехали или что там было? Откуда вы приехали? Я приехала из города Кисловодска и сразу в Мэриленд, потому что я была когда-то там по студенчеству. У меня там осталась подружка. Американка? Нет, но она уже довольно долго живет в Америке, землячка моя. Я поехала в Мэриленд, в Америке полтора года, теперь вот в Калифорнии. Так вы, как бы сказать, если это, так сказать, подлежит разглашению, вы сюда как попали-то? По гринкарте. В лотерею выиграли? Я выиграла в лотерею, причем это была очень интересная история. Мой друг мечтал просто поехать в Америку. Друг или друг-друг? Ну, нет, просто учились вместе. И он говорит, давай заполним лотерею. Я говорю, давай, конечно, и полетим. Ну, я очень скептически к этому относилась, очень. У меня никогда не было такого желания поехать в Америку. Я все делала для того, чтобы у меня все хорошо было в России. Получала хорошее образование. И мы заполнили лотерею. И вот я выиграла. Он нет. А друг? Ага. Да, и до сих пор говорит, ты должна меня забрать туда. Подождите, но вот вы учились где-то, да, или что там было за история? Да, я училась, я инженер, закончила радиотехнический университет. Ой, ты смотри. Так, вы там законома? Ну, все, конечно, все изучали, да. Хорошо. И делала все для того, чтобы у меня было хорошее будущее в России. Ну, типа? Типа. Ну, как. Училась, училась. Да, думаешь, в образовании. Так, подождите, давайте мы, значит, немножко восстановим последовательность. Вы успели закончить институт и реет? Да. Я закончила, буквально я закончила университет и собиралась идти на работу уже, там, думала искать работу. И нужно было проверять результаты грин-карты. Так. Я проверила, у меня выдала какую-то ошибку. Я думаю, ну, понятно. Я даже не верила в это все, я даже не знала, как это толком работает. Так. Прошел он уже где-то, наверное, месяц. Я думаю, а может быть там в пароле вместо L единица, потому что я их одинаково пишу. Я не знаю, я просто как-то осенила. Ага. Я ввожу, и мне приходит то, что да, вот вы пришли отбор на грин-карту. Ага. То есть это… А, ой, господи. Я вот всяческими путями, можно сказать… С ужасом, с ужасом думаю. Что могло случиться? Подождите, ну вот вы, собственно, не рвались особо никуда. Так? Ммм. заполнили? Да, когда я была здесь по студенчеству, я для себя поняла, что мне здесь понравилось, но я сразу поняла, что я не готова оставаться в стране на нелегальных правах. О лотереи я знала, но считала, что это очень маленький процент, и я в него точно не попаду. Ну, конечно, маленький, это правда. Поэтому очень скептически ко всем относилась и не строила никаких планов себе, а получилось вот так вот, что судьба сама за меня решила. Ну, когда вы выиграли? Вы уже сказали, ну, раз такое дело, я поеду, да? Да, именно так я и сказала. Я сказала, что раз я заполнила случайно, и выиграла, и плюс я еще забыла пароль, ну, точнее, неправильно его вводила, и через какое-то время я его ввела, и оказалось, что... Ну, то есть вы почувствовали, что вас что-то ведет. Я поняла, что это что-то, значит... Родители что сказали? Я одна в семье, поэтому для родителей это было тяжело, конечно, но они очень меня поддерживают, и сказали, езжай, вообще даже не задумывайся. Я первый раз видела, моя мама в глазах, она так радовалась за меня вообще. Ну, родители молоденькие-нибудь совсем? Да. То есть вам было лет двадцать, там, и маме, там, может, два раза по двадцать, да? Ну, да, так и было. В наше время молодые, мамы рожали. Да. И так, вы приехали к подружке в Мэриленд. Да, я приехала к подружке в Мэриленд и хотела, ну, просто дождаться грин-карты для начала, а потом уже искать работу. Да, просто сами документы. И мы ходили на океан, и нас познакомили со всей такой русской общиной, да, в этом городе. Мы были в небольшом городе. Там есть. В Ошн-Сити, да. Там очень много русских, как оказалось. Мы ходили с ними в волейбол играли, и они говорят, не хотите, пока вы ждёте документы, пойти работать? Ну, мы, конечно, такие, ну, кто отказывается от работы? Дело в том, что, когда вы въезжали в страну, и вам в паспорт могут штампик поставить, а могут бумажечку вклеить, но там написано, что у вас есть разрешение на работу, то есть вам не нужно было дожидаться самого пластика, вы можете с первого дня работать. Ну, да, изначально. Ну, просто у нас как-то мы об этом не знали до этого, и хотели просто отдохнуть. И мы пошли работать сразу, потому что мы приехали. А вы-то кто? Я и мой муж. А-а-а. Да. Замужем, ласточка. Да. Давно замужем-то. Ну, три года уже. Окей. Муж-то чего сказал? Я про маму спрашиваю. Муж чего сказал? А муж что сказал? А муж говорит, ну, поехали. Так. А муж постарше? Ну, мой ровесник. Ну, чуть постарше. То есть вы, на самом деле, такие молодые. То есть вы, можно сказать, по стопам мамы, то есть молодая замуж вышла, да? Ну, да. Ну, и хорошо. Ну, и да. Так. А какой вот у нынешней молодежи какой вот в голове правильный возраст, чтобы деток заводить? Ой, честно говоря, я когда думала об этом раньше, я думала, что я хочу, чтобы у меня тоже была разница. У меня с мамой разница 20, ну, какой лет. Я думаю, я тоже хочу такую разницу с ребенком. И думала, это идеальная вообще разница. Но когда я попала в Америку, я поняла, что сейчас это вообще... Интересно. Ну, надо немножко, как бы, состояться, да. Да. Финансовый, там, социальный. Хорошо. Так подождите. Вот вы полтора года живете в этом Мэриленде. Значит, вы сразу начали работать. Да, мы сразу начали работать. Сервис. Ну, какой сервис? А в ресторане. Так. Да, делали в ресторане все. Подождите, подождите. Вы по-английски могли? Вы были здесь по work and travel, вы уже могли. Как бы, да, мы могли. Это был достаточный уровень, чтобы работать, например, в ресторане. А муж? Тоже. Ну, то есть, да, у него было немножко похуже с английским, потому что, ну, я уже здесь была до этого. Вообще, знаете, я просто слушаю вас как-то необычно. Где-то там в Пятигорске, там, можно сказать, Северный Кавказ, там, Лермонтов, туда-сюда. И вот живут люди молодые, никого не трогают, по-английски говорят. Ну... Это как вообще такое? Ну, то, что в школе, как бы, учат, то и говорят. И этого достаточно было, чтобы работать в сервисе? Ну, у нас просто так получилось, что нужны были люди. Вот. И мы понравились просто. Мы когда пришли, мы понравились. И мы... Все наши переживания, которые мы говорим, ой, английский, не английский, нам развеялись, сказали, научитесь. Нормально, да. И мы научились. Хорошо. Так я просто ребятам хочу сказать, что Мэриленд такое место курортное. Курортное, да. Там очень скучно зимой и очень весело летом. Ну, хорошо. Значит, про нас-то вы откуда знали? Только из интернета. То есть, у меня не было ни знакомых. На форуме, на ютубе? Да. Ну, форум, конечно. Потом следом ютуб. И вот так вот. Так муж с вами поехал или пока вас там ждет? Нет, он со мной здесь. Так. Со мной поехал. Что делает? Сейчас пошел работать. Сейчас пошел работать, драйвер. Я в школу. Потом, возможно, мы поменяемся. Хорошо. Так он что делает? Сейчас? Да. Драйвер. Ну, что он будет? Шаттлы. В аэропорту? В аэропорту. Можно ночью вставать. И я понимаю, что это сложная работа. Но это прилично оплачивается риск ромника? Да. Это хорошая компания. Это прилично оплачивается. Там у него было много тестов перед тем, как пройти. То есть, не все пируют? Наркотики проверяли. Да. И все тесты проверяли. Все очень серьезно. Только нашим зрителям, тех, кто наркотики употребляет, губы не раскатываете, вас туда не возьмутся. Да. Окей. Ну что же, хорошо. То есть, вы не напряженно сейчас живете финансово. Я понимаю, что вы все-таки, когда один работает, это не двое. Но вы как-то вот сбережения не тратите, если так. Ну, как бы, мы были готовы к переезду. То есть, мы подготовились, мы знали, что какой-то период, может быть, у нас не будет у обоих работы. Поэтому, ну, сейчас вот муж работает. Хорошо. Теперь, значит, вы у нас когда в школе-то появились? Я появилась 3 февраля. Вот вы вот в этой группе фуллтайм, которая? Хорошо. В группе фуллтайм 3 февраля, считай, полтора месяца уже. Есть ощущение, что какие-то знания проникли в сознание? Конечно, ощущения есть. Когда я ехала в школу, я думала то, что мне нужно немножко подготовиться перед школой. Как бы, я поняла это сейчас, что это действительно правильный подход. Что ехать в школу и ожидать то, что здесь, ну, тебя всему научат, это, конечно, такое есть. Тебе все покажут, всему научат. Но чем раньше ты начнешь сам заранее к этому готовиться, тем легче тебе здесь будет. То есть ты сам себе... Когда человек попадает на джоп-маркет, да, ищет работу, его ценность складывается из двух компонентов. Значит, одна компонента такая короткосрочная, то, что мы в школе можем полировать, там, начистить и так далее. Но, понимаете, вот если вы пришли на базар, да, у вас там, я описываю, какие там рынки-то хорошие. Вот, ну, допустим, у меня сейчас тут камера GoPro. Ну, допустим, это яблочко. Понимаете? Вот вы приходите, там стоит человек, у него гора яблок. Он берет его, такой, потёр и положил. Понимаете? Ну, надо же иметь яблочко, чтобы потереть-то. Понимаете? Если кусок камня ты возьмёшь и потрёшь, это же не будет яблочко. Поэтому есть два компонента. Первое, чтобы было яблоко. А второе, чтобы его так повернули, так подышали, поставили, придали ему такой рыночный вид. Поэтому, безусловно, чем больше вы принесёте в виде яблочка, да, тем легче это всё полируется, легче продаётся за большие деньги, там, и так далее. Да, то есть, конечно, приятно думать, что я приеду в Америку и здесь я английский выучу, я приеду в школу и тут в школе всё выучу, но... Не говорите, ой, не говорите. Да, но не надо так думать. Это очень ошибочное мнение, что нужно всё учить заранее и быть готовым к этому всём. А вот вы, как девушка, вы больше такая всё планируете, вычисляете или вы такая поддаётесь пары? Нет, я всё планирую. А муж? Ну, мне кажется, он более сегодняшним днём живёт. Ага. То есть, вы такое планирующее начало. Ну да. А кто по гороскопу-то? Рак. Понимаю. Ну что же, хорошо. А муж? Рыбы. О, как. Интересно. У меня в жизни много рыб. У меня... У меня очень много жизни. У меня весь офис рыбы. Дочка рыба, внучка рыба. У меня тоже все вокруг рыбы плавают. Ну, знаете, они хорошие знания. Ну, они хорошие знания. Ну, они хорошие. Значит, движемся дальше. С точки зрения, вот, как бы, уверенности в том, что дальше будет. У вас есть уверенность, что всё будет нормально? Или вы думаете, чёрт узнает, что там будет? Нет, будет всё нормально. У меня есть уверенность. То есть, просто вы видите вокруг, что-то происходит или как? Во-первых, да. Я вижу, что происходит вокруг. Я нахожусь в школе целыми днями. Я понимаю... Я вижу людей. Я вижу, как люди устраиваются. И много очень не показывается, потому что многие не хотят. сниматься, допустим. И это просто нужно здесь быть и ощущать эту атмосферу, чтобы понять, как вот всё это действует. Вот такая мулька была, как я с камерой в класс зашёл. И там все в рассыпную, как там, голуби с площади. Да, да. И разбежались. Да, так и есть. Есть люди стесняются. Но, на самом деле, я хочу сказать, что моё наблюдение такое. Те, которые не стесняются на камеру сниматься, они потом и работу лучше находят. Не потому, что им за это дополнительный пряник выдают с нашей стороны, а потому что вот некоторый уровень раскрепощённости... Он помогает. Безусловно. Безусловно. Это привлекательно. Это позволяет тебе лучше себя показать и так далее. Это хорошо. Хотя, в принципе, есть люди такие достаточно замкнутые. Не значит, что они там как-то не могут работу найти. Ну, просто сложнее. И особенно в тестировании, на самом деле, сейчас вот этот компонент общения очень важен. Потому что раньше... И это мне очень нравится. Раньше вы могли сидеть, там компьютер, ну, цветом что-нибудь фигачит. Сейчас надо участвовать в митингах, и люди там за океаном тоже, и там на другом конце света, и мы с ними тоже митингуем, онлайновые и так, и всякие. И письменные коммуникации, и устные. Это всё очень такое... Без этого сейчас никуда. Хорошо. Из тех дисциплин, которые мы тут изучаем... Всё-таки вы инженер... Я бы сказал, что инженер, там, радиотехник, это... Не сильно отличается от компьютер-сайенс с точки зрения лёгкости усвоения наших наук. Это не отличается. Да, здесь просто каждый день что-то новое. Каждый день... Ну, типа. Ну, почти каждый день. Ну, например, у тебя может быть один день XML, следующий день HTML, потом JavaScript, и у тебя нужно как-то это всё в голове ещё переварить, и ещё и разделить. Ну, вот мы среду специально сделали таким днём. Вот некоторые называют её выходным. А мы-то имели в виду, что это день самоподготовки, потому что... Ну, чаще всего я здесь. Да. Ну, вот среда как бы свободная помогает привести в порядок то, что там, может быть... Вообще, всё свободное время помогает привести всё в порядок. Потому что есть абсолютно все лекции онлайн. На видео. Да, на видео. У нас есть презентации. Ты всё можешь всегда прогнать, посмотреть всё, что ты недопонял или... А есть время смотреть? Всё-таки там большие занятия, там много часов, вот есть силы это смотреть? Ну, когда я нахожусь в школе весь день, конечно, у меня нет времени потом вечером этим заниматься. Но я иногда и в школе смотрю это, и выходные, и выходные, и субботы, и воскресенья тоже. Ну, что же, хорошо. Конечно, люди, которые весь день занимаются, для этого не нужно иметь то, что называется, кристалл-болл. И день он такой оказался маленький. Это правда. Или, как по-русски сказали, как не ходить к бабке-гадалке. То есть те, которые занимаются, у них лучше получается. Ну, что же, а вы ещё не были на интервью? Ни на каких вы ещё? Нет, я ещё не была на интервью. Мы пока что ещё в процессе. Группа наша ещё не изменила. Ну, вот у вас Миша, да, уже на работу вышел? Да. Я боюсь собрать его в Google, куда он там пошёл. Честно, я не знаю, я описываю это. В общем, вот я ему как раз сегодня референсы давал. Наталья у вас... Она пошла на практику. Она пошла на практику, да. И так у вас группа пока только-только собирается, так вот оформляется на выход. А тест вы хорошо написали? Какой миттерн? Миттерн, да. Ну, написали, да, проверили. Ну, прошло. Да, прошло. Хорошо. А сложно писать тест-кейсы, например? Ну, это очень интересный вопрос. Тест-кейсы, их вроде писать несложно, но в то же время, так как у тебя нету практики, на каких-то мелких деталях у тебя постоянно возникают вопросы. Хорошо. То есть я считаю, что тест-кейсы это такое дело, которое нужно руку набивать просто. Я вам скажу, хуже, когда вопросы не возникают. Это намного хуже. Ну, да. Конечно. То есть принцип понятен, но каждый раз, когда ты пишешь новый тескет, у тебя всегда возникают вопросы. А вот автоматическое тестирование. Вот у вас уже два урока было. Да. Легко идет? Идет легко, когда ты идешь вместе с учителем. Да. То есть ты постепенно делаешь то же самое, что делает учитель. Но если я думаю, я останусь одна... Это следующий уровень. Ну, да. Да, конечно. Я думаю, что уже будет тяжелее. Конечно. Ну, с другой стороны, когда сам уже сделаешь, тогда уже совсем легко. Уже можешь ходить учить всех вокруг. Конечно, да. Буду учить. Когда вы учились на техническом? Там в основном мальчики были? Да. У меня всегда в основном вокруг меня были мальчики. Я училась в математическом классе в школе. Вот и какая. Основная часть мальчики я училась в университете инженера. Вы как-то разрушаете вот эту парадигму. То есть мало того, что физмат-школа, инженерная профессия, еще и симпатичная. Это же как же так? Все просто. Мне изначально очень тяжело давались математические науки все. В школе? Да. И я решила, что если я пойду в математический класс, там будет больше часов, и я лучше разберу. Так и вышло. Так и вышло, и потом я точно с такими же мыслями пошла в университет. То есть я просто, то, что я хуже всего понимала, я шла навстречу к этому. А троечники там из школы, они сейчас что там, бизнесы у них, чем они занимаются? Из школы? Я, честно говоря, не знаю. А много вот ребят молодых, которые вокруг вас были, ровесники? Такие, которые были ориентированы на бизнес, на коммерцию, на что-то такое, предпринимательство. Это популярно сейчас? У молодежи? Я думаю, да. Потому что как-то возникает у всех такое желание, а почему бы мне не сделать бизнес и не работать на себя? То есть это очень красиво все звучит, что я не хочу работать на кого-то, я хочу работать на себя. То есть, конечно, это очень... Но реализуется или только так в мечтах? Ну, я знаю несколько попыток, пока что я не видела каких прям результатов. А в Америке? В Америке. Да, вот вы знаете кого-то, кто вот селф-эмплойт и там как-то сам на себя работает, из недавно прибывших относительно, что они делают? Ну, я, допустим, знаю девочку, она открыла свою клининг-компанию. Да, это была вообще не сложная процедура. Нет, открыть компанию легко. Да, и как бы... Клиентов сложно найти. Ну, все приходит. Да, в Нью-Йорке, в смысле, в Мэриленде или тут? Да. Так. То есть, я считаю, что немножко... Ну, не немножко, я считаю, что здесь с этим больше. Да, как бы все сделано, чтобы это можно было легко сделать. Возможность есть. Половина населения страны работает по найму в малом бизнесе. Так что... Ну, хорошо, значит, Настенька, давайте мы прервемся и еще вернемся к разговору. Хорошо, вы так пока ручкой сделайте всем. Мы, друзья, продолжаем наш разговор. Мы переехали, если вы видите, сзади, там, на бэкграунте, в другую часть города Сан-Франциско. Тут нас попросили, значит, из моего офиса, мы теперь в другом. У нас тут Жанна есть, Жанночка. Ты вообще работала, вот так сказать, в том классе, где у нас наша детка была? Да, конечно. Так, ну, скажи пару слов. Мы делали проект вместе, мы работали над Юниксом вместе. Ну, по-кроме, что вы? И очень хорошие впечатления и о классе, и о девушке, с которой вы ведете разговоры. Ну, вела себя хорошо. Не просто вела себя хорошо, очень активно. И тест-кейсы, и баг-репорты, и вообще в первых рядах. То есть... Отвечала на все. Побольше хотим таких. Побольше таких хотим. Все, девушки, вот кто вроде Насти, приходите к нам. Приезжайте. Приезжайте, да. Вас тоже будут любить, и вы будете успешными тестировщицами. А вы бы вот хотели чем заниматься как тестер? Вот вы пошли на интернет, пошли на практику. Есть какие-то приоритеты, вот что делать хотите? Мне нравятся веб-аппликейшнс, сейчас я понимаю, что мобайл как-то движется вперед. Так что... Ну, что же. А я имею в виду, может быть, автоматизацию, хотите автоматизацию? Конечно, будем в будущем. А языки программирования будете учить? Постепенно. Ну, посмотрим. Конечно, мне кажется, что больше мое это куда-то в сторону менеджмента. Я так считаю. Да, тоже. По себе, я по себе, да. Не заказан путь, нет? Да. Хорошо. Давайте, может быть, мы с вами поговорим. Вот Кремниевая долина в сравнении, например, с Мэрилэндом. Ну, и, может быть, вы еще где-то бывали в Америке? Да, я проехала из Мэрилэнда. На машине? Да, на машине весь этот путь на Калифорнию. Так, ну как? Супер. А, да? Да, 4,5 тысячи миль проехали мы. Ё-моё, так. Да, это было очень увлекательное путешествие, и столько городов повидали. Угу. Ну, конечно, мне кажется, чтобы понять, насколько это место твое, не твое, надо все-таки там пожить. Да. Но так, для путешествия, для себя просто посмотреть, это, конечно, очень занятная идея. Ну, вот вы жилье снимаете, и где вы живете? Да, мы снимаем жилье здесь, квартира. Какое? Мы снимаем двухбедронный апартмент, живем с румейтами. То есть, еще семья молодая? Не семья молодая, а у нас с нами живет два программиста, которые нам помогают, мне конкретно. Вот так уж, то есть вы с пользой для дела? Да. То есть, вы сняли, и они к вам подселились, или вы к ним? Ну, мы вместе сняли. А, знакомые просто? Ну, тоже русскоязычные? Да. Молодые ребята? Русскоговорящие. Русскоговорящие. Молодые. Молодые, программистые, хорошие, перспективные, так что... А в каком городе вы живете? В Маунтинью. А, прямо вот тут? Да. То есть, вы пешком ходите? Нет, я не хожу пешком, я 10 минут на машине. Значит, у вас в семье есть две машины? Нет. Так. Муж привозит. А, тут вы здесь весь день сидите, то есть, он вас с утра забросил? Нет. Нет, на самом деле, если я добираюсь, если я могу на автобусе добраться, я добираюсь очень быстро. Слушайте, а вот муж, он в состоянии готовить, например, там, покушать? То есть, то, что вы целый день в школе, это не ущемляет его гастрономических интересов? Ну, я успеваю готовить, и если я не успеваю, то он сам может приготовить. У нас в том плане проблем нет. Друзья, подружки, там, не знаю, какие-то тусовки, барбекю, на пляж. Как вот с этим? Ну, мы собирались и группой уже, и выходные мы, конечно, не во все выходные, там, один день выходной мы стараемся выбраться на пляж, куда-нибудь, но сейчас пока это не в приоритете. То есть, мы на новом месте, и мы хотим устроиться здесь, поэтому... Ну, у вас нет ощущения, что вы, допустим, как-то переутомлены, не можете отдохнуть? Нет. Когда у человека есть цель какая-то, она тебя не утомляет, потому что у тебя глаза горят, и ты хочешь это быстрее-быстрее добиться. А вот вы видео наши смотрите на силикон-валовые волосы? Ну, в данный момент я сейчас так не все смотрю, я смотрю какую-то часть, да. Ну, вот вы когда смотрите, вот я рассказываю про школу, там, допустим, про Калифорнию, там, на разные вопросы философские. Нет ощущения такого, говорят, ну, вообще забрался-то, вот мы-то тут на местности, мы-то знаем, как и что, нет? Нет, нет, конечно, такого ощущения нет, и сейчас, когда ты здесь оказался, ты, ну, вообще смотришь, это как будто бы... Так оно и должно быть, так оно и есть, как-то, если раньше ты еще мог подумать, что, а может не так как-то, то сейчас ты... А вот есть такое, что приезжаешь в школу, и вдруг смотришь, это Санта-Барбара, смотри, этого знаю, этого знаю, это... Так и было. Правда, да? Да, так и было. А Наталью нашу Квик, вы видели раньше? Ну, я только здесь узнала. Вы в одной группе с ней? Да, я в одной группе. Ну, как она вообще вот... Молодец. Правда? Уже на практике, да. Я не делала даже не в этом, но просто она подхватывает материал, и, в общем, она таскис прилично пишет, понимаете, это... Да. И сегодня вот там преподаватель мне говорит, кто там говорил, что Наташа слабенькая, а она говорит, тут вообще так автоматизацию гонит. Извините, она пришла сегодня, она сделала повторно Миттерн, хотя не должна была это делать, и написала прекрасно. Я просто должна была ответить, прекрасная работа. Ну, она и первая написала на 80%? И первая она хорошо написала, да. Но при этом пришла второй раз и опять написала замечательно. Ну, молодец, молодец. Молодец, молодец. То есть просто... Хватывает. Да, я поначалу на самом деле немножко беспокоился, потому что... Знаете, как бывает, человек далекий от этого дела, но на самом деле недельки две-три проходят, и очень многие, кто отвык учиться, отвык, ну просто действительно бывает, они вдруг начинают как-то вот у них это все налаживается, 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 и начинается нормально все, и ничего страшного. Но действительно, как бы стать снова студентом, это задача. Я, например, бывает, куда-нибудь попаду, там, на повышение квалификации, куда-то хожу, там, так тяжело на стуле высидеть, там, 8 часов в день, боже мой. А я еще люблю поесть что-нибудь, там, в обед, и засыпаю, а я и сижу в первом ряду, понимаешь, съешь что-нибудь, и начинаешь вот так со сном бороться, и так неудобно. И что, с женой мы обычно ходим, так она меня еще пихает, и говорит, ты что спишь? Я говорю, ну, с тех пор углеводов не ешь, когда вот спать нельзя, нельзя есть углеводы. Мясо можно, зелень можно, хлеб нельзя, макароны тоже. Тяжело. Тяжело, но, как видите, возможно, все. Ну что же, значит, вот переезд из Российской Федерации в Америку. Это какой-то болезненный процесс, вот, ментально, культурно, люди вокруг, ну, я не знаю, ну что, вот, я понимаю, что молодым легче, чем, допустим, постарше. Ну да, мы молодые, то есть, терять нам было особо нечего в России, поэтому поменять вот эту атмосферу было довольно легко. И даже интересно, очень даже интересно. Вот наши соотечественники, которых вы здесь видите, они как-то отличаются принципиально в массе своей от тех, что, например, вот были дома? Мне кажется, да. Так. То есть, мне кажется, все-таки люди в Америку попадают более такие целеустремленные, и они у них, ну, совсем мыслят они по-другому, они стараются каждый день что-то сделать, они видят, что здесь вот у каждого своя история. А там они почему не стараются каждый день что-то сделать? Ну... Наверное, бы что-то у них получалось, если бы они каждый день старались. Ну, просто там все идет как-то своей... по своим чередам, так сказать. Я понял. То есть, ты заканчиваешь университет, ты идешь в школу, заканчиваешь университет, идешь на работу, и все, оно так движется как-то, и у тебя нету повода что-то менять зачем. А здесь тебе нужно все сначала, и ты сам решаешь, какое ты хочешь, чтобы это было начало, и ты сам можешь выбрать, какое хочешь. Ну, это можно... вы могли бы поехать в Москву, и был бы похожий процесс. Вы в новом месте, вы никого не знаете. Может быть, там какая-нибудь девушка одна знакомая в Бирилево там снимает койку, и... Ну, не всем людям так легко переехать, и не все люди готовы... В Москву сложно, конечно, это не Америка. Не Москва, не знаю. А много народу уезжает, вот молодежь с вами, ваши земляки, принято уезжать в Питер, Москву, там куда-нибудь, на Дальний Восток, на заработки, не знаю, на север? Мои земляки, мои одноклассники, в основном все разъехались. Вот так уж? То есть, Кисловодска, ну, как-то все-таки уезжают, да. Ну, Кисловодск, я понимаю, что это не то, чтобы индустриальное место, которое... Ну, это просто небольшой курортный городок. Ну, хорошо, далеко уезжают, или так, по рядышку? Москва, Петербург, Ростов. Девчонки симпатичные. Конечно, везде симпатичные есть. Нет, ну, везде это везде. Ну, я всегда считал, что вот юг России, это особое совершенно место, Дальний Восток. Ну, я-то споить не буду, конечно. А, так, окей. Хорошо. Ну, что же, а за границу, замуж там какой-нибудь, нет? Ну, я думаю, все хотят. И за границу, и замуж. Окей. Так, как-то обобщенно. Да, ну, что же, хорошо. Настенька, я вас мучить не буду. Вот, я себя чувствую таким, как из сказки про, как он там назывался, вот Настенька и Дед Мороз. И говорит, там, холодно тебе девица, холодно тебе красавица. Она говорит, да что там, говорит, балдеем, легко нам в Америке, говорит, Дедушка Мороз. Вот, Морозка, Морозка, да. Ну, что же, Настенька, отпускаем вас к вашему Ивану Царевичу. Это из другой сказки. Ну, в общем, его зовут Иван. Я не знал, я не знал. А, такой высокий он у вас. Под два метра, наверное, нет? А он тоже в Киеве? Он приходил вот сюда. Пока нет? Пока нет, да, да. Такая парочка интересная. Она, значит, небольшая девочка, миниатюрная. И такой большой парень, симпатичный. Ну, что же, хорошо, значит, Ивану вашему привет передавайте. И давайте успехов. Спасибо. А мы будем за вами репортаж вести. Хорошо. Давайте. Счастливо.